Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем здорова! Это третья попытка записать распаковку на верни, Марс. Наверни, Марс. Сникерс, не наворачивай. Наверни, Марс. Предлагаю, раз такое дело, предлагаю, знаете что? Написать в комментариях как можно больше извращенных названий верни, Марс, например, и различных приколов с ним, типа, оставь сникерс на верни, Марс и всего вот это вот. Потом я самые остроумные из вас заскриню и размещу в своей группе ВКонтакте, где вы сможете потом пройти, посмотреть, поржать вместе со всеми. Поскольку это третья распаковка, то я уже... Третья распаковка именно этого гаджета. То у нас не включался смартфон, то у нас не сохранился исходный материал, короче, этого всего. В итоге я вам бегл покажу, здесь ничего особенного нету. Что есть в комплекте? Это бумажечки, быстрая зарядка с возможностью заряжать смартфон током 12 вольт 1,5 ампера, либо 9,7,5 вольт 2 ампера. И зарядное устройство USB Type-C и вот такое вот обычное... обычная вот иголочка для вынимания лотка для сим-карт. Теперь смотрите по особенностям смартфона. Вы думаете, что у вас смартфон в руках? А на самом деле Маракас. Вот так берем, короче, отодвигаем вот эту штуку. Я сперва думал, что это люфтит лоток для сим-карт, но оказалось, когда вытаскиваешь лоток для сим-карта еще больше, он начинает люфтеть там. А-ча-ча! Мне не хватает только сомбреры, усов и текилы. Какой был у нас глюк в первый раз? Когда мы достали смартфон из коробки, попытались его включить, он не включался. Нам понадобилось буквально минут 30-40 для того, чтобы зарядить его на 2%, после этого он включился. И за сутки он зарядился примерно на 74%. Какая-то хренатень, честное слово. Но для смартфонов, которые присылают мне на обзор именно производители, это нормально, потому что они не собирают его на общей конвейерной линии, а именно собирают его на коленке сами инженеры. То есть достают образцы, которые им прислали поставщики, например, ту же рамку, напихали туда на клей, обычный наклеили все платы, сверху чуть-чуть прислонили экран. Если все это дело при этом запустилось, заработало, то они сразу отсылают обзорщику на обзор, все, на, держи, мужик, все, ништяк. Те смартфоны, которые идут с конвейера и попадают на прилавки магазинов, они могут в корне отличаться от того, что получаем мы, обзорщики, себе на обзор от производителя. Если мы получаем от магазина, это другое дело. Итак, верни, Mars он позиционировался изначально как безрамочный смартфон от данного производителя. На самом деле рамки тут есть, но они очень маленькие, примерно как на Xiaomi Mi 5. Но они есть. Зачем было позиционировать смартфон как безрамочный, я не понимаю. На верхней стороне разъем 3,5 мм для подключения наушников различных гарнитур. На нижней стороне USB Type-C, отверстие для микрофона, сетка внешнего динамика. На задней стороне, что первое бросается в глаза, это выводы для антенн. Сделаны они по-айфоновски, по-майзушнически, кому как больше нравится, так и называйте. И поверьте мне, это не первый элемент, который они сперли. Выпирающая основная камера тоже под айфон, двойная светодиодная вспышка, надпись верни и всё. И на левой стороне качели регулировки громкости, рифленая кнопка включения. И чуть ниже сканер отпечатков пальцев, выполненный в стиле смартфонов Sony Xperia. На передней стороне 5,5-дюймовый Full HD IPS экран, выполненный по OGS-технологии, покрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, по технологии 2,5D. Над экраном основная камера, разговорный динамик и датчики. Подэкранных кнопок нет, хардверных, они заменены софтверными на экранными. Я ненавижу такое расположение кнопок, потому что я считаю, что оно отъедает полезную площадь от экрана. По техническим характеристикам мы имеем следующее. Процессор Mediatek Helio P10, плюс видеоускритель Molita 860, 4 гига оперативки, 32 гига расширяемой постоянной памяти, 5,5-дюймовый Full HD IPS экран. Основная камера 13 мегапикселей с автофокусом, фронталка 5 мегапикселей. Имеется поддержка 4G FDD LTE в широком диапазоне частот, это 800, 1800, 2100 и 2600 МГц. Аккумуляторная батарея на 3000 мАч имеет возможность быстрой зарядки. Аккумуляторная батарея на 3000 мегапикселей. Он стоит 200 долларов по предзаказу в Гербесте, и это еще акционная цена, потом он будет стоить дороже 220 долларов, и за эту цену... Ну, покупка сразу скажу странная. Он может хорошую конкуренцию составить для Meizu M3 Note. В плане того, что здесь не будет их прожорливой оболочки, голый Android кому предпочтительнее, то да. Однако, кому он не сможет составить конкуренцию, это Xiaomi Redmi Note 3 Pro. При том, что Note 3 Pro дешевле, круче, качественнее, и бренд Xiaomi давно себя зарекомендовал. Верни, в этом отношении очень сложно конкурировать с такими производителями, как Xiaomi и Meizu. Но, тем не менее, смартфон неплох. Он не суперкрутой, он не суперплохой, но он неплохой. Пойдет, нормальный. Но 200 долларов за него, конечно же, дорого. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, заглядывайте в мой Инстаграм. Всем спасибо за внимание, всем пока.